ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удачно дали ответку, не заткнулись, мы сами слышали тишина, все тихо, спокойно. Была еще днем, еще была атака пешим порядком пехоты. Мы хотели помочь вытянуть что-то, или кого-то, но мы не дали этого. Тоже успешно было все отбито, все хорошо. Также на сегодняшний день были уничтожены два минералитика, еще на 120-х, дирекционными группами моими, которые выставляли в сторону поселка Спартак и в район аэропорта. Это уничтожено примерно 12 человек, БК на 120-х миллиметр и 2 миллиметра. Плюс ночью ребята спалили танк, с тура, который был крутился в аэропорту, по аэропорту. Красиво получилось, башня улежит. Так что, по данным плюс, мы еще отработали по колонне, которая двигалась в нашу сторону, 25 танков. Насколько это было правдиво, но колонна действительно была большая, я вот доказывать вам не буду. Колонна действительно была большая, очень большая. Для меня шла именно танкишка. Так что, колонна уничтожена, мы ее остановили. На данный момент есть информация, что пришла 23 САУ в Авдеевку. Правда, за линией мы проверяем, работаем. Но не сидим, не отдыхаем, могу вам сказать. Короче, перемирие нужно только для того, чтобы украинские власти тянулись сюда очередные свои силы. Поступает информация в Днепетровской области, что формируется, формируется грузовой СОО, бронетехника на платформах. Насчитывается 50 единиц. Правда, сколько это правда или нет, мы будем проверять. Ну, в данный момент такая ситуация. Стрелы ведутся постоянно. Потери украинских власти несут, не очень серьезные несут. Так что, могу вам сказать только вещь. А потери со стороны ополчения есть в последние дни? Ну, за сегодняшние сутки, слава Богу, Бог помиловал, никого не было. А это обстрелы прошли в пустую. Это уже радует. Вчера были у нас потери, когда были две атаки, тяжелых атаки. Атаковали у нас бронетехника, а атаковали жестоко. Не жалели, я не стрелял во всю подряд. Даже свои. Так что, вот такие вот. Так что, просто.